Итак, всем привет, с вами Фиксер, и сегодня мы продолжаем играть и вниз в спидшифт, сегодня мы продолжим проходить гонки третьего уровня, гонки на выносливость, и сегодня мы отправимся на гонку на Дакота 3 Овал. В общем, сегодня будет истинно такая, не знаю, Наскаровская гонка что ли, то есть мы будем ехать здесь по овалу, ну если в названии правильно все указано, и это не просто так назвали, что это овал. И это на самом деле овал, а не просто так, да, это на самом деле овал, это трасса по типу Наскаровской и Дакота, хотя, стоп, это и есть Наскаровская трасса, потому что это Дакота, это Америка, это Наскар, и опять я прошел соперника своим любимым способом, да, я очень люблю так проходить соперников, если кто не знал, для этого специально у меня куплено клевое ламборгини, так, да, все нормально, не обращаем внимания, продолжаем. Так было задумано, это было 360, просто, в гоночном виде, просто, напросто, и все, все легко и просто, то есть, так и было задумано, и не просто, потому что меня выпнули, в общем, просто, да, все нормально. По-моему, я слишком много говорю просто, потому что, не знаю, это все просто, это легкая гонка, не знаю, насколько, правда, 30 кругов мне предстоит еще пройти, ладно, уже на один меньше, 29, то есть, мне предстоит еще пройти кругов, И, да, сейчас я еду третьим, это очень же неплохо, впереди меня тоже две ламборгини, такие же, как у меня, не уверен, правда, что они тюнинговые, точно так же, как у меня, я не знаю, вообще, боты могут ли тюнинговать, на максимум вообще отправлять, или назовут, могут ли или нет. То есть, сейчас, впереди меня только мой основной соперник, уже, пока я это все говорил, я одного уже успел пройти, но, вообще, трасса Носкар очень, достаточно легкая, то есть, не знаю, траекторию соблюдать здесь, ну, да, конечно, если хочешь показать лучшее время круга, то, да, тебе нужно соблюдать траекторию. А если же ты просто хочешь, когда выйти вперед, то не обязательно соблюдать эту самую траекторию, то есть, учитывая даже то, что у меня сейчас боты легкие, то есть, как бы, мне очень легко их пройти, то есть, в любом случае, я его пройду, даже если, там, я не знаю, буду не по траектории ехать совсем, там, и как-то вообще фейлить кое-где, и, потому что 30 кругов, и, в любом случае, успею, блин, зачем меня так вот сзади опять бить? Просто, ах, гребаные боты, как всегда, не умеют ездить, блин, не умеешь, не берись, на кой хрен ты сюда вообще пришел, тупый бот? Ах, в общем, не научили разработчики ездить наших ботов, в общем, соревнуемся против них, как-то едем, ах, даже не знаю, что же можно рассказать еще такого интересного, то есть, что я знаю о гонках Носкар, я знаю, по-моему, я уже это рассказывал, но я не уверен. В общем, как, откуда взялись гонки Носкар, то есть, это гонки бутлегеров были, бутлегеры, это те люди, которые во времена сухого закона в США перевозили алкоголь, то есть, у них были очень мощные машины, чтобы уходить от полиции, и, ну, мощные спортивные машины, быстрые машины, они уходили от полиции, Потому что, ну, сами понимаете, сухой закон, это нельзя алкоголь вообще ввозить в страну, там, продавать и прочее, прочее, то есть, алкоголь запрещен вообще, как таковой. Ну, в общем, они ввозили это все нелегально, то есть, преступники такие, и в свободное время им было нечего делать. Воу, я даже спустился вниз, не знаю, есть ли в этом смысл какой-то. В общем, да, в свободное время им нечего было делать, и они решили, что нужно устроить что-то интересное, и, в общем, решили устроить какие-то гоночки, И сделали круг, и стали гоняться, и, как бы, потом это переросло в спорт, и, как бы, уже сухой закон отменили, но все еще эти гонки продолжались, и всем было интересно. Не знаю, правда, чем это интересно особо, то есть, гонка по кругу идет просто, ты просто, вот, едешь по кругу, и все. То есть, да, мне говорят, что Формула-1, как ты можешь смотреть эти гонки по кругу, машинки ездят. А тут, блин, Носкар, так тут вообще идеальный круг практически, гавал просто, и, напросто, и, не знаю, никаких ни поворотов, ничего. Да, скорости немаленькие, конечно, вот, вы сейчас видите, на большой прямой я могу до 300 разогнаться вполне себе свободно. И, то есть, скорости, да, очень даже большие, очень близки к Формуле-1 даже. Не верим, правда, что реально, но скорее есть такие машины мощные. Ну, скорее всего, что есть, почему бы и нет, тем более, что профессиональный спорт, и почему бы и не быть там таким мощным и легким машином. То есть, я знаю, что они очень мощные там, то есть, это тоже частично маслкары, не знаю, насколько они легкие у Носкар. То есть, про Носкар я не так уж много знаю, хотя, вот, уже какое-то время даже рассказываю про Носкар, хотя я еще не знаю, как я говорю о Носкар. То есть, пару раз я что-то видел где-то по какому-то каналу, я даже не помню, сейчас уже, правда, не встречаю на каналах таких гонок Носкар. Ну, когда-то у меня, по-моему, то ли Евроспорт был, то ли что, то ли еще какой-то, в общем, спортивный канал, на котором когда-то показывали Носкар. Когда-то я даже смотрел немного, что-то, ну, в общем, все равно, я уже ничего не помню, что там было особо, и как бы, то есть, да. Не знаю больше, что я могу рассказать про Носкар. Америка вообще, чум, я тут не понимаю, то есть, опять же, интерес к гонкам Носкар, гонкам по кругу. Ах, блин, мог бы мне кто-нибудь это объяснить, мне бы было просто интересно. Вот, я не понимаю. Опять-таки, я знаю точно, что в Носкар, опять-таки, есть какие-то гоночные стратегии, то есть, те же самые пидстопы, но пидстопы в основном как? Нет, заправка, по-моему, тоже есть в гонках Носкар, но, опять-таки, шины меняют, там, ну, не знаю, не знаю, насколько сильно изнашиваются шины, когда ты вот так едешь по кругу. Ну, то есть, я сейчас вообще не использую тормоз, вот, что я могу сказать, то есть, я просто сбрасываю скорость на поворотах, да, немного меня заносит. Это для меня вполне стабильно, этот, привычно, то есть, да, это мой стиль вождения, то, что меня немного заносит на каждом повороте. Это агрессивный стиль вождения, это мой стиль вождения, личный, я уже сам себе заметил, кстати. Да, для Формулы 1, вот, типа, тхуаяс, увы, увы. Ну, ладно, в общем, что я хотел сказать, в общем, что резина вроде как не так сильно изнашивается, то есть, нет каких-то резких торможений, то есть, как в других гонках, тех же ДТМ, например, то есть, да, те, которые гонки тоже как будто по кругу, ну, то есть, гонки ДТМ на таких трассах, в общем, на специально построенных трассах и не просто по кругу гоночки, то есть, в нормальные такие трассы, где разные повороты, левые, правые повороты, какие-то шпильки там, еще что-то такое, знаете, интересные такие треки, опять-таки, и, как бы, машины, то есть, такие же обычные, как вот сейчас я еду, то есть, вот, настолько же обычные машины в конках ДТМ, участвует, как сейчас моя машина, настолько она обычная у меня, то есть, вообще, серийная машина практически, только я миллион, наверное, потратил, чтобы еще ее затюнинговать, то есть, это еще 350 тысяч, ну, это, правда, нет, ну, наверное, где-то 750 тысяч я потратил на сам тюнинг машины, и плюс еще 350 на отправку на завод и прочие-прочие вещи, вот, сейчас я пытаюсь заработать стоечку за Слипстрим, если что, я вам это сообщаю, ладно, продолжу рассказывать, что, в общем, у меня достаточно дорогая такая машина, и она уже не совсем обычная, как я уже говорил, это практически болит, какой-нибудь GP2 болит, кстати, интересно было бы выставить на соревновании вот такую вот машину, которая, так, тюнингована настолько, и какой-нибудь болит GP2, и посмотреть, как это будет выглядеть, то есть, кто кого сделает, то есть, я даже не уверен, то есть, как бы, тут сложно вообще представить даже, что из этого получится, то есть, машина очень, это, быстрая, как бы, не болит, конечно, но, блин, по скорости очень похоже, по-моему, тем более, торможение, то есть, сила торможения и все то же самое, вы видели силу торможения моей машины, то есть, когда-то уже было такое, когда я финишировал, у меня просто были жутко красные диски, там, раскаленные, то есть, как бы, тормоза тоже очень-очень хорошие, вот, единственный минус, что они нагреваются так сильно, что у меня аж красные, раскаляется металл, и вообще, то есть, блин, как это влияет на тормоза, насколько быстро они изнашиваются при таком, при таких температурах, в общем, ну, как бы, блин, это просто нереально, и, да, еще кое-что я должен сказать по поводу Носкар, что я знаю, некоторые факты я знаю, и из мультика, я не знаю, ну, конкретно там не упоминалось, что это гонки Носкар, но это было очевидно достаточно, то есть, мультик тачки, если кто-то знает его, ну, то есть, я думаю, многие о нем слышали, это не такой уж давний мультик, то есть, про гонщика, то есть, ну, как, как сказать, гонщика, то есть, про тачку, про гоночную машину, про молнию Маквина, да, то есть, который гонялся в Носкар, он любил вообще эти гонки, думал, что кубок это самое главное в жизни, то есть, его на свалке где-то подобрали спонсоры, сделали из него гоночную машину, правда, выняв у него, получается, из его корпуса все его детали основные, то есть, оставив только двигатель, какой-то корпус там мягкий, легкий, который обычно, то есть, у него даже фар не было, серьезно, то есть, это, я не знаю, насколько это правда, не уверен, конечно, но, скорее всего, что так и есть, что реально на Скаре, то есть, у них, ну, опять же, это делается для того, чтобы облегчить, ну, по максимуму машину, то есть, зачем там фары, если фары можно поставить, например, просто фонари какие-то, там, мощные, какие-то прожекторы, по краям трассы лучше их поставить, чем на сами машины, то есть, как бы, трасса этого тяжелее не станет, нет, конечно, станет, но, как бы, это давление на трассу, а не на машину, и, как бы, чтобы ускорить машину, лучше поставить освещение на трассу, и пусть все будут без фар, и с какими-то наклейками вместо фар, то есть, опять-таки, вспоминая вот этот мультик тачки, там, многие с него смеялись, что у него просто нет фар, и опять-таки, ну, забавный такой момент, конечно, очень, то есть, чувак ездил там ночью, и без фары, и было очень круто, так, блин, зачем мне фары, там же всегда свет есть, и, как бы, ладно, ладно, это я вспоминаю, уже начинаю цитировать просто мультик, не знаю, но мне очень понравилась первая часть тачек, то есть, какая-то атмосферная, и, как бы, есть какой-то подтекст у нее, знаете, как у той басни, то есть, опять-таки, можно какие-то выводы сделать, что карьера в жизни, типа, не главная, ну, не типа, то есть, какой-то смысл, то есть, смысл посыл был таков, то есть, что карьера в жизни не главная, главное, там, общение с друзьями, там, я не знаю, любовь и прочие-прочие эти вещи, то есть, как всегда, ну, как всегда, добродушный, обычный такой хороший мультик диснеевский, по-моему, да, Pixar, студия Pixar, не помню, правда, не всегда принадлежали Диснею или нет, этого я точно не помню, то есть, в киноиндустрии я не особо так силен, то есть, я не так часто смотрю фильмы, какие-то мультики, опять-таки, и, ну, не знаю, ладно, в общем, тоже особо ничего про киноиндустрию рассказать не могу, вообще, последнее, что я смотрел, это был новый Супермен, и, в принципе, мне понравилось даже, советую всем, кому интересно, как бы, не знаю, то есть, я не считаю себя поклонников каких-либо комиксов, там, ни DC, ни Marvel, то есть, ну, всегда как-то так было не особо, да, интересно, ну, как, сама тема комиксов мне не была интересна, то есть, а мультики всякие, фильмы, то есть, я с удовольствием в свое время смотрел Человека-паука, и, опять-таки, мне очень нравился Человек-паук, то есть, я с удовольствием смотрел все сезоны, конечно, ну, то есть, я смотрел все сезоны по Jetix, там, правда, их немного в разброс показывали, насколько я понимаю, в общем, странно очень показывали, всегда меня удивляло, то есть, я, как бы, понимал уже в то время, то есть, что серии как-то разрознены немного, и, возможно, даже местами совсем не немного, но точно помню, что в поздних сезонах там началась просто лютая наркомания, параллельные измерения, миллиарды Человеков-пауков всяких разных, да, я сейчас говорю про того Человека-паука, которого в свое время по Jetix показывали, то есть, это Человек-паук из 90-х, как бы, опять-таки, я видел многих Человек-пауков, то есть, после этого еще парочку мультсериалов, там, всякие Amazing Spider-Man, там, рисованные какие-то компьютерной графикой, там, тоже смотрел, но, опять-таки, из 90-х самый лучший Человек-паук, не знаю, возможно, то есть, да, эта тема уже поднималась в обзорах Акро, то есть, некий Акро есть на Ютубе, если вы не в курсе, то есть, я смотрю его периодически, всякие обзоры на всякие, то есть, он сделал целый цикл обзоров на Человека-пауков, начиная с Человека-паука 60-х мультика до самого последнего, там, 9-го года или какого, ну, в общем, очень-очень много их было, и тоже я с ним абсолютно согласен, что Человек-паук 90-х самый лучший, но, опять-таки, была эта тема, что для каждого свой Человек-паук самый лучший, то есть, те, кто родились в 2000-х, возможно, для них, там, Amazing Spider-Man лучший, а Человек-паук из 90-х хернёй полной кажется, то есть, опять-таки, это тоже чисто субъективное мнение такое Есть, конечно, много людей, у которых сходится это мнение, они оспаривают чужие мнения, и, как бы, это всё, не знаю, эти все споры, в основном, бесполезны, особенно в интернете, то есть, как бы, ты доказываешь человеку свою точку зрения, но у него своё мнение, он всё равно все, в основном, остается при своём мнении, как бы, эти споры бесполезны абсолютно, да, опять-таки, особенно в интернете эти споры бесполезны, так, тем временем у нас 26-й круг, я уже просто начинаю выдыхаться, я уже просто не знаю, что рассказывать, блин, это, блин, сверхинтересная гонка, просто, блин, меня регулярно размывает экран, мои глаза регулярно, я не знаю, что с моими глазами, серьёзно, почему не размывает только кабину, казалось бы, да, то есть, если вы делаете вот это, да, эффект размытия, так, блин, сделайте тогда, чтобы, я не знаю, всё размывало, то есть, откуда этот эффект берётся, это же симулятор, всё-таки, я не знаю, уже просто, это просто капец какой-то, жесть просто, блин, почему, откуда этот эффект, опять-таки, ну, блин, было бы тут какое-то меню с подсказками, я не знаю, чтобы можно было узнать все те, ответы на все те вопросы, которые я задаю уже готовую серию, уже сороковая серия сегодня, серьёзно, ребят, ну, я до сих пор не знаю, кто это, чувак, который со мной постоянно разговаривает, опять-таки, я не знаю, почему меня размывает постоянно экран, то есть, кабину размывает, уже не экранная, блин, я бы сказал, что это сплющиваются глаза от скорости, я не знаю, просто по инерции, там, просто, потому что 300 км в час, там, не знаю, расплющивают глаза, у тебя мутнеет всё в глазах, ну, это бред полнейший, опять-таки, то есть, блин, почему, почему так происходит, откуда этот блюр берётся, серьёзно, это типа, чтобы графон снизить, ну, блин, какой графон, у меня, капец, мы же на компьютере играем, здесь не должно быть ограничений по графону, да, я понимаю, что, ну, может какой-нибудь школик выставить на максимум, игра будет лакать, он всем своим друзьям потом расскажет, что игра говно, хотя на самом деле говно его компьютер, а не игра, и она глючилась за то, что он неправильные настройки выставил, да, у меня даже знакомые есть, которые так делали, блин, серьёзно, ай, просто жесть какая-то, да, я уже скоро разобьюсь нахер, только что у меня ещё и посерел экран, опять-таки, это, знаете, такое, безысходность просто начинается, как только ты вырезаешься, и, казалось бы, сколько я там врезался, то есть, да, то есть, всего лишь черкнул борт, ну, борт, получается, аборт своим правым боком, черкнул всего-навсего заграждение, и у меня посерил экран, просто на такой скорости, это было почти 300 км в час, там, 280, или что-то около того было, то есть, на такой скорости аварии намного более серьёзные, то есть, опять же, вспоминаем Носкар, если кто-то видел аварии Носкара, они очень серьёзные, даже, блин, учитывая то, что машины мягкие, ну, даже при этом, при всём при этом, блин, не знаю, всё равно очень какие-то мощные аварии в Носкар обычно, а тем временем я справился с этой гонкой, за 17 минут и 56 секунд я прошёл всё-таки эти 30 кругов, моя машина вся грязная, просто в пыли, в грязи, поцарапанные, бока у неё разбитые, там, задняя часть, скорее всего, потому что у меня педали не раз уже, блин, сзади просто, как, я не знаю, просто, ладно, я даже не буду пытаться, как-то, какие-то ассоциации проводить, то что у меня плохие ассоциации идут с этим, ладно, в общем, на этом я, пожалуй, буду заканчивать, скажу всем спасибо за просмотр, с вами, как всегда, был Фиксер, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, и если вам понравился этот ролик, должен сказать, что таким образом вы меня поддерживаете, вы своими лайками говорите, что я не зря старался, я не зря вот эти 360 выполняю просто, и еду, блин, 30 кругов на выносливость и пытаюсь что-то вам рассказать интересное, вспоминаю просто все, какие-то, не знаю, потайные уголки своей памяти, поднимаю просто, пытаюсь что-то вспомнить и что-то рассказать интересное, чтобы вам не было скучно тем временем, пока я еду просто по кругу, ладно, пожалуй, на этом все, всем пока!